Когда человек ищет пикимонов в церкви, в храме, где, на месте, где был расстрелян император, я ему пинтюрил по полной программе в Бесогоне, и его осудили. Он был осужден. Просто нормально, тупо осужден. Ну, конечно, не из-за меня, но, так сказать, волну поднял я. Добрый день, друзья, вы на канале Аудио Статья, с вами Павел Иванов. Один из виднейших деятелей Русско-Православной Церкви Тихон Шевкунов. Некоторое время назад сделал запись своего телефона в разговоре с Никитой Михалковым по поводу цензурирования того, что происходит в российском информационном и культурном пространстве. Да, Никита Михалков сходу начал хвастаться, как он помог засадить Руслана Соколовского. Вы все знаете эту историю по официальной версии. И в самом деле Руслана там было за что зацепить, потому что у него были всякие националистические какие-то высказывания. Долгая большая история, мы не будем сейчас об этом говорить. Но Михалков хвалится, что да, я поднимал эту волну. И на самом деле здесь очень интересно нам поможет интервью с Дудем, где Михалков говорил, нет, цензура не нужна, бла-бла-бла. На самом деле здесь он предлагает даже создать особый отдел, который будет следить, примечать и реагировать на какие-то неправильные действия по отношению к верующим, в первую очередь, людям. Я не испытываю комплекса по этому поводу. На каждый роток не накинешь платок. Только червонец нравится всем, как говорил Бунин, понимаешь? А человек – это единство противоположностей. Когда прикуривают от лампады и потом вывешивают в интернете, то их можно найти и, так сказать, ну, надо думать как. А если ты говоришь про кино или про театр... Да. Ну вот смотри, вы тут же Тангейзера сняли же, наш друг Володя, и все пошумели, поорали, и все, и тихо закончилось. С одной стороны, на каждый роток не накинешь платок. С другой стороны, ну его нафиг эти всякие спорные спектакли, постановки, давайте их запрещать, давайте их закрывать. На мой взгляд, сразу скажу, главное, что должно сделать государство в этом плане, Михалков, который лично общается с Путиным, они тоже там с Дудем подробно обсуждали, как Путин, Михалков, прям на короткой ноге часто общаются, встречаются, Путин к Михалкову в гости приезжает. Он мог бы сказать, давайте мы наконец-то просто лишим государственного бюджетного финансирования все вот эти спорные вещи. Другое дело, что и Михалкову это бы не понравилось наверняка, потому что он, например, Колчака считает великим героем русской истории, а я, например, считаю, что это был предатель. И вот если это спорный момент, то это не должно финансироваться за бюджетный счет, или какое-то голосование открытое должно проходить. И, по крайней мере, все люди, кто распределяет деньги, они должны нести прямую ответственность за то, кого они проспонсировали и какую муть продали за бюджетные деньги зрителю. Я бы на месте святейшего организовал бы какую-то такую, так сказать, скрытую канцелярию из нормальных людей вроде тебя, там, Са Дмитрия, спокойно, которые могли бы просто оценивать это и давать предложение, а не огольно сразу всех клеймить и, так сказать, вешать, понимаешь? Мне не дали этого сделать, мне пришлось переозвучить это. Как вы реагировали, когда вам сказали переозвучить? Никак, это было привычное. Вы бесились, вы впадали в отчаяние. Нет, я никогда, слава богу, не впадал в отчаяние. Я злился, у меня было много разных, так сказать, ухищрений. Сам страдал от цензуры, а теперь предлагает организовать тайную канцелярию, отдельный кабинет, где соберутся здравомыслящие, конечно, люди, и будут высказывать предложения. Какие предложения вы сейчас услышите? Какой имеет успех у зрителя это? Как реагируют зрители? Потому что, в конце концов, абсолютно без участия, скажем, РПЦ, туда могут прийти, так сказать, ребята, которые просто взмутятся и наведут порядок. Но это надо варьировать. Это нельзя делать под одну гребенку, потому что это только хуже будет. Мне сразу вспомнились события в Екатеринбурге совсем недавно, прошлым летом, когда люди вышли в защиту сквера, где собирались построить храм. Местные жители протестовали против этого, они сопротивлялись. Здесь появились некие православные активисты. В нескольких автобусах они централизованно приехали. Ну, буквально, никто их не организовывал, конечно, у нас были об этом ролики. То есть православные вот эти молодежные организации, настоящие боевики, которых Михалков сможет по щелчку пальцев натравить на то или иное постановку, спектакль, концерт, заведение, все, что ему просто не нравится. И это не будет иметь никакого отношения к церкви. Это само так происходит совершенно случайно. В театре Табакова идеальный муж. И там есть какие-то кощунственные, ну, не кощунственные, ну, кощунственные, кощунственные, какие-то, так сказать, такие провокационные голые женщины рядом с иконой, что-то там еще и прочее. Но вот что сейчас делать по московскому тему? Вот мы знаем это. Вот тут очень интересный момент разговора. Я, понятно, самые там нудные моменты обрезаю. Они долго не могут решить, это вообще кощунство или не кощунство, что какая-то там женщина, то ли у нее икона, то ли распятие, они сами путаются в показаниях. Даже в своем приватном разговоре они не могут в открытую, даже у них у самих в голове эта мысль не оформилась. Но с других они требуют. Не смейте допускать подобного. Упражнения какие-то они там, ну, она там ничего там особенно не делает, но рядом явно какие-то кощунственные намеки. Этот спектакль смотрели, ну, посмотрело, ну, за три года, ну, может быть, четыре тысячи человек. О том, что там происходит, вот это, ну, в общем-то, не знает, ну, практически, ну, знают там некоторое количество людей. Да? Вот сейчас мы начнем об этом говорить. Что будет больше пользы? А он давно идет? Давно, конечно, уже несколько лет. Три года идет спектакль, его посмотрели, дай бог, четыре тысячи человек. Мне кажется, что после того, как мы опубликовываем эту всю информацию, которая по телеграмму сейчас активно расходится, ребята, а об этом больше людей узнает, чем знало за все это время до того. Хорошо. Но вот сейчас, сейчас мы выходим на жену отчая. Сразу это будет известно, что церковь просит убрать опять цензура, опять все эти вещи. Ну, подожди, смотри, кто выйдет на жену отчая. Как это? Это же все зависит от того. Значит, первое, что предложил Михалков, имейте на подхвате православных активистов, которые могут совершенно независимо от церкви устроить бучу. Теперь он предлагает давить на художественных руководителей и директоров театров, чтобы аккуратненько договориться и поменять репертуар, сменить редакционную политику, бла-бла-бла. Абсолютно тупиковый путь, потому что тут же начинают раскручивать церковь, все равно вылезают уши церковные, рано или поздно. Тут же журналисты на это кидаются, тут же все эти живуночи рано или поздно все равно скажут, ну, это вот поступило от русской православной церкви, и начинается очередной скандал, цензуры там и прочее, и прочее. Так, говорит, они проходят, их просто не замечают, но есть какие-то маргинальные вещи. Тут Тихон Шевкунов, между прочим, очень вероятно, что будущий патриарх у нас после Кирилла будет, он говорит об опыте католической церкви, что вот он обсуждал, и они рекомендуют просто тихонечко сидеть, пережидать, и эта вся чернуха уходит. Лучше в это даже не влезать, но Михалков не согласен, он считает, что это грозит настоящим Майданом. Они же дети, блядь, понимаешь, которые заканчиваются Майданом. Это тоже, так сказать, не так все внимания не обращаем. Ну, не обращаем внимания. Значит, не обращали внимания, потом появились Пусси Райт. Пусси Райт посадили нахер в тюрьму, повыли, повыли, и кончили, и все, и забыли. Нет, такие вещи, я согласен, такие вещи нельзя оставлять. Но вот ты прав совершенно, что надо различать что-то более или менее серьезное и мелочи. Вот и все. Которые только делаются в цели раздувания. Я не идеологию обознавлю. Мои обознавания художественные и вкусовые. Это говно. Ну, конечно, так сказать, а почему, собственно, говно не должно выходить? Да пусть выходит. Я высказал мою точку зрения по этому поводу. Я же не запрещаю, я не выдаю удостоверение. Я, как и ты, высказываю мою точку зрения. Поэтому я считаю, что нужно, поэтому я считаю, что нужно создать просто нормальный, так сказать, по этому поводу, ну, такую негласную, такую опричненную, тихую. Третье отделение. Ну да. У Дудя Михалков говорил, что это просто его точка зрения, это все художественное обоснование. Теперь, оказывается, обоснование это Майдан, что нужно привлекать православных активистов. Должен быть просто сформулирован государством перечень требований к картинам, которые претендуют на государственное финансирование. И поверь мне, что все пошлое, оно и так видно. Фуфло всегда видно, понимаешь? Как бы оно ни считалось настоящим. Сегодня время фуфла, понимаешь? Поэтому бездарные вещи, которые только эпатируют, так сказать, общество, где есть голая жопа, или, так сказать, как у Богомолова в спектакле «Князь» Промышкина, Аглая, или кто-то, или Анастасия Филипповна пишет письмо менструальной крови, засовывая перо в себе между ног. Ну, понимаешь, это… Вот это… И опять-таки, ненарушающие законы Российской Федерации, неразрушающие церкви и все остальное, оно лично мою веру не может оскорбить. А мою может. Почему тогда нельзя оскорбить чувство неверующего человека? Наверное, можно. А чем? Тем, что ты веришь, а он нет? Почему тогда за одной есть уголовная статья, а за другой нет? Не знаю, это не ко мне. Ну что ж, думаю, в целом все понятно, а теперь главный вопрос. Почему эта аудиозапись, которую сделал на свое личное устройство когда-то Тихон Шевкунов, теперь оказалась в открытом доступе? То есть очевидно, что он сам приложил к этому руку, либо через своих помощников, сделав вид, что это все случайность, бла-бла-бла, как угодно, без разницы. Такие записи просто так не могут никуда попасть в открытый доступ в публичное поле. Мы сейчас наблюдаем, друзья, крайне интересный период в истории нашего государства. Сейчас идет элитная клановая война всех против всех. То есть Шевкунов, Михалков, они, очевидно, представляют собой определенные конкурирующие, как минимум, или даже противоборствующие, или враждебные друг другу группировки. И они начинают кидаться в друг друга. Я уже полгода назад говорил вам, что нам стоит этого ожидать. Сейчас будут самые разные структуры. Министерство против министерства. Олигарх против олигарха. Чиновник против чиновника. Деятели церкви против других деятелей церкви. Вот диакона отца Андрея Кураева сейчас жестко прессанули. Ему запретили служить, то есть в храме появляться в качестве именно священника. То есть он диакон, по-моему, еще. Появляться в этом качестве до церковного суда. То есть у него будет внутри церковный особый суд проходить над ним и решать вообще, что с ним делать. Хоть его анафеме подвергнуть или сана лишить. В общем, все очень жестко. За его неправильные позиции. Вот сейчас Шевкунов включился в игру. То есть события закручиваются, события нарастают. Будем следить, будем вас информировать, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Как мы буквально на днях обсуждали, Ксения Собчак должна просто уйти в историю как политик. Она не может вообще делать вид, что она какой-то там оппозиционер, что она за людей, что она отстаивает чьи-то там правильные интересы. Нет, она оставит исключительно свои интересы и настолько, насколько это для нее выгодно интересы определенных бизнесменов. Вот чем она занимается. Она просто делец, который продает свое имя, расфуфыренное кандидат в президенты. Вот она этим торгует и таким образом делает денежки. Вот с Никитой Михалковым теперь нужно сделать то же самое. И Собчак, и Михалков должны уйти в историю. Эти люди должны перестать концентрировать на себе общественное мнение. Эти люди доказали свою порочность. На этом все, друзья. Надеюсь на вашу поддержку. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok